сосед уже с утра с цветочками домой жену порадовать с праздником слушайте я сейчас посмотрел у нее колесики то какие маленькие божечки колесики то совсем малюсенькие ну что ребята у нас снова зима снова как это снова зима снова зима они там скоро весна скоро весна скоро эти ночи без пробудного сна скоро весна скоро любовь снова наших железа играет кровь скоро рассвет скоро рассвет на вопрос ты есть или нет прикиньте помню эту песню от петой мошенники люби меня люби жарким огнем ночью и днем сердце сжигая вот ну что сейчас пойдем посмотрим что у нас ешундровский сегодня с утреца на мой машин сколько стоит и похрену им веники осталось кстати пять минут до того как отсюда надо сваливать он надо писать надо было мне пойти соседу сказать эту паде он забыл что здесь стоять нельзя сегодня ладно сейчас посмотрим что там горит не горит какие там бонусы ему вот это вот что это такое стоит передо мной уже второй день номера 666 сейчас посмотрим что там как в ешундровском так ну что хотите поржать просто поржать кф 2 и 8 и он не горит вот тебе и праздники выходите 8 утра бонусы будут пятихат где это даже информации никакой про это нету но это же вообще жесть ладно я сейчас тачку прогрею сейчас вроде кф может накроет постою мальца если ничего не прилетит то тогда пойду машину поставлю пойду или поеду магазин на на вязали с мамой надо будет идти или один она на что-то покупать там короче столу надо и продукты надо в чем все надо и может быть тогда уже и не будет посмотрим короче сейчас будем что-нибудь мутить ну конечно это вообще жесть я честно говоря думал что может конечно чуть попозже разгорится этот кф я не знаю но пока ребята вот так надо сейчас кстати прогреваться и сваливать отсюда то сейчас начнет комитет по транспорту тут юлозить юлозить так что-то как-то так ребята вот такая обстановка не смотрите вроде кф разгорается 30 30 но видите у меня пока кафе нет сейчас посмотрим может что-нибудь и даст было бы неплохо хотя бы пару заказиков бы сделать посмотрим сейчас так ну что прилетел первый заказ а сдебенко 22 на архивную 55 рублей был кэф но что-то я даже не знаю там не написано что забирать то и где поэтому сейчас при поедем посмотрим судя по всему я так понимаю что этот цветочный магазин но прикол то в том что там их полно неужели было не указать какой цветочный магазин как называется и догадайся ты мол сама чего да как ладно сейчас поедем на месте разберемся ну с утра хорошо пробок нет народу мало поработаем мальца посмотрим еще прикол в том что навигатор показывает неправильно нам надо вот этот дом получается да вот тот среднем середине которой а точку ставят так что навигатор тебя ведет во двор и и получается человек который не с этого района он реально пойдет во двор и будет там тусить и искать но про нет он потом конечно развернется выйдет но все же а где вот здесь цветочный магазин вы мне можете объяснить я пока мест не вижу вон какие то есть а нет это не цветочный магазин ломбард вот . стоит на ломбарде получается уже не в ломбарде цветы то ладно сейчас посмотрим так будем сейчас звонить ребята потому что нету тут цветочных никаких магазинов сейчас узнаем через такое может это из дома забирает и тогда номер квартиры должен быть указан еще опоздание пошло ну видите так я нажал что я на месте пойдемте искать так ну что я думаю что вы видели какое количество вот это что такое вообще вот это как вообще адекват он уел ушел что ли а это курьер типа ёперный это ж надо а большая машина здесь не проедет и пухренном веники мог бы он сюда куда-нибудь во двор заехать там курьеров хреново туча и главное что у всех . ведет во двор люди приезжают как я говорил во двор а там нету ничего они звонят девчонки эти не успевают я говорю девчонки милые игры вас хоть с праздником ягры в праздник тут потрачите как я не понимаю что это единственный с утра цветочный магазин который работает я в шоке короче 229 рублей но нам заплатят больше потому что было платное ожидание тачку поставим на заправке и пойдем пешком нечего катать бензин за такие деньги так нам еще полчаса поэтому пойдем пешком вон в те дворы кататься нет смысла я думаю ничего с этим букетом не сделается за это время пока мы дойдем тем более на улице уже солнышко и тепло все погнали отдавать друзья ну а если вы находитесь в поисках надежного парка для работы в яндекс доставке и не знаете куда подключиться то рекомендую эксперт парк эксперт парк это крупнейший сертифицированный партнер яндекс такси яндекс доставки на территории россии а теперь они еще и начали сотрудничать с яндекс едой и неважно в каком городе вы находитесь вы можете зарегистрироваться в яндекс доставку на личном автомобиле либо работать пешим курьером в яндекс еде в удобное для вас время я сам лично работаю в эксперт парке комиссия парка составляет всего 50 рублей в сутки а также есть бонус 1000 рублей за приведенного друга собственный колл-центр для решения проблем и блокировок моментальные выплаты без комиссии а также существует четыре вида моменталок также в эксперт парке вы можете приобрести термокороб доставка короба осуществляется по россии бесплатно пол-центр работает круглосуточно где вам смогут ответить на все ваши интересующие вопросы все ссылочки я оставлю в комментариях под видео подключайтесь к эксперт парку как я работайте и зарабатывайте и будет вам счастье заказ будет оплачен картой вот 309 рублей это платное ожидание соточка накапала ну нормально порядочно порядочно кстати там было написано где там лифт там было написано к инструкции я сразу решил заранее посмотреть думаю вдруг и само это надо оказывается надо было сфотографировать товар так что смотрите заранее а то бы я сейчас отдал что бы я фотографировал себя что ли вот как-то так ну и прошли с пешочком нормально порядочно ну вот 229 рублей это было бы мало а 300 это порядочно а что это за здание такое с пуговыми видами окна что это такое разве было такое здесь вот а 309 рублей уже за такую доставку это порядочно ну потому что минут наверное 10-15 было платного ожидания потому что очень много было курьеров все стояли за цветами а у некоторых такие букеты огромные у некоторых еще прикиньте было в комментариях поздравить иногда знаете приходят такие комментарии а поздравьте пожалуйста человека ну слушайте за дополнительную таки плату можно хоть звезду с неба ну понимаете да что за дополнительную плату мы не скоморохи это как знаете это олеся железняк а хэппи бёздэй ту ю а хэппи бёздэй ту ю а хэппи бёздэй наша дорогая валентина константинна а хэппи бёздэй ту ю Хэппи бёздэй Ту-ю Хэппи бёздэй Ту-ю Хэппи бёздэй Наша дорогая Лексина Константина Хэппи бёздэй Ту-ю Так что ли мы должны? Или из коробки должны вылезать? Было такое у некоторых, даже я в видео Видел у блогеров Что типа было написано Поздравить клиента И один очень смекалистый парень Он правильно сделал Он позвонил заказчику И говорит Поздравлю в лучшем виде, но За дополнительные мани-мани Правильно, так и надо За дополнительные мани-мани Вот Так что такие дела Ладно, чё, кэф вроде опять упал Сейчас дойдём до тачки, сядем, посмотрим Может чё-нибудь чё словим пока месте Вот А так, вы представляете, на машине сейчас Вокруг Объезжать Тут по дворам Зачем это надо? Вот это и плюс моего района Что ты знаешь куда и где можно пройти пешком Порядочно? Я считаю то, что очень порядочно Всё, халява кончилась Кэф упал Вообще Его нет Да не надо мне Роснефть Сейчас посмотрим Если больше кэфа не будет Ну, значит, один заказ Чисто так Показать, что на 8 марта Ничего нет И не обольщайтесь Вот смотрите Я сейчас открою Я окна запотели Вот москвич Вот такой я брал Только я брал не в Яндекс Драйве А я брал в Ситимобиль По-моему Или Делима Нет Ситимобиль Ситимобил, по-моему, я брал Слушайте, ну вот Сбоку смотришь сейчас Да, на этот москвич Но он несуразный какой-то Он просто несуразный Это и не джип Это и не кроссовер И не паркетник И не седан И ничего Это, знаете, что-то на базе Либо Hyundai Creta Или Kia Kia Seltos, по-моему Да, была такая Или как она называлась Тоже такой непонятный джип Селтос, по-моему Тоже ни о чем Какое-то все такое Вычурнутое Непонятно А потом, извините меня Где взять эту кузовщину Вот, допустим, вот такой фонарик У тебя, например Треснет, лопнет Да, где ты будешь такой фонарик искать? Есть он в наличии? Неизвестно Диски Смотрите, диски Они сворованы у Lada Вот у Lada Vesta Вот такие же диски То есть понимать О! Ёперный экибастус Смотрите, а тут тачка заряжается Это, видимо, кто-то из заправщиков Что ли ездит на электромашине Ну, потому что чужой бы хрен бы здесь Это же электричество Надо за него платить Хренаси, кто у нас тут на электротачке есть? А что это за тачка такая? Ну, она не праворукая Она леворукая Нифига себе Вот видите, вот так заряжаются электроавтомобили Ну, а в принципе, что Если ты приехал на работу на тачке На 12 часов смена Включил и, пожалуйста, заряжайся Кстати, вон, смотрите, строят уже вот эту школу Для инклюзивного образования Посмотрите, как быстро уже третий этаж пошел А смотрите окна Если внимательно приглядеться Окна все Как бы кривые То есть они не на одном уровне То есть видно, что как криво все сделано То есть такое впечатление, что вот то окно ниже, то выше Оно кривое все Потому что делают очень быстро И кое-как криво все Швы уже вон внизу видать То есть так сделано по-шляпски Что это вообще жесть какая-то Там вот третий этаж строят Тоже вообще То есть если мы сейчас, допустим, возьмем и поставим уровень То вот этот вот внутри Кругляшочек, вот этот шарик Да, он будет вот так вот болтыхаться Он на уровне не будет Вообще жесть Мне сейчас написал Get to Dreams Сам Get to Dreams Подожди, говорит, чуть позже будет КФ Сомневаюсь я чуть позже Чуть позже все пойдут отмечать и бухать Следовательно Ну, это я так сказал, конечно, жестко Но отмечать имеется в виду Им будет уже не до заказов Сейчас, мне кажется, самый сок должен быть с утра Пока еще все там спят Пока там в любимом цветочке Тудым-сюдым Спятая-десятая Ну, не знаю, ребята, не знаю Ну, вот он 3.0 Ну, я думаю, что не знаю Ну, я подожду, конечно, пока Ну, что-то я не питаю иллюзии Посмотрим Так, ну что, ребята 8 марта мы катаем зеленку Прилетел заказ Причем меня накрыло КФ Прилетел заказ по зеленке Вы ушли с маршрута Да я и не заходил на него Короче говоря Что-то мы с Антоново Овсеенко забираем И везем на большевиков 7 из 9 Ну, я решил взять А что стоять? Что я зря вышел? А там, глядишь, на обратном пути Может быть КФ разгорится Хотя вряд ли Ну, посмотрим Ну, если не будет ничего Значит, все так-то Посмотрим сейчас Стоять уже холодно тут Так, хоть прокатимся Посмотрим, что там И опять цветы Опять цветы Ну, сегодня только и будут цветы Но, конечно, цветы по зеленке возить Это просто, ребята Тихий трэш Ну, ладно, погнали Так, ну что, забрали Тюльпаны в пакете Я даже не хочу смотреть стоимость Чтобы заранее уже в обморок не падать Вот Чувак там просто взял посреди дороги Свою Шкоду Бросил и пошел за цветами А там стоит Сзади Ларгус Грузовой Дяденька, что ты на меня так смотришь Я же тебе ничего не сделал плохого Я остановился Ну и, короче говоря Он стоит сзади Ему Ларгус сигнал Я говорю Вы хоть машину убрали Заказ Я говорю Ну-ка, убери машину и жди заказ Че другие-то должны из-за тебя страдать Все, погнали отдавать Блин, я посмотрел, куда мы едем Это в конец аж набережной Ёкарный кебастуз Блин, надо было пропустить, не брать А это еще будет по деньгам копейки, наверное Ай, блин Ну ладно, он же что взял, так взял Погнали Клиент мамуля 32 Что такое 32? 32 эта квартира И это бы нам стоит Будет стоить 198 рублей Вообще жесть Нахрен я это брал Уже кэф разгорелся Как и Гетто Дримс сказал Ладно, сейчас быстро эту шляпу отдадим И встаем на линию Ёп Засранцы Погнали Что-то какое-то сообщение от Яши пришло Сегодня хороший день Скидка на цветы Кому? Нам что ли? Или кому? Чушь какая-то Блин, кэф хорошо горит 4,2 Надо, короче, сейчас быстро отдавать эту шляпу И вставать на линию Так, ну что Вручили 198 рублей Я запыхался, потому что я бежал Бляха, пробежал всего ничего А уже такое впечатление, что Фу, марафон сдал Что, кэф 4,5 Я сейчас, видите, не в зоне стою Сейчас в зону въедем И встаем на линию Пока 506 рублей Так, короче, ну что Прилетел заказик Оттуда же Где мы и были Цветы Только уже с коэффициентом 125 рублей Погнали Забирать едем на народную Так, ну что Классика жанра Те же самые тюльпаны В том же самом пакете Тот же самый заказ Ну номер у них, видимо Найти цветы одинаковый Везем на народную Ну здесь кэфчик был Поэтому с кэфчиком Рублей 350 Может мы получим За этот заказ Может чуть больше Не знаю Посмотрим Так, ехать нам 31 минуту Там говорят Что-то надо позвонить заранее Не знаю зачем Но мы там разворачиваться не будем Мы на той стороне встанем И соответственно Чуть пораньше позвоним И спросим Что как там Мега странный какой-то товарищ Позвоните еще раз Когда подъедете А зачем я 300 раз должен тебе звонить Вот для чего У тебя указан адрес И ничего Ну я сейчас тачку на той стороне поставлю И там подойдем Так, ну что отдали 335 рублей Ну очень долго Молоденький мальчик выходил Он, видимо, маме заказывал букет Но он очень долго выходил Видимо специально Чтобы не звонить Ну ладно Сегодня такой день Мутные схемы Как говорится Ну какой котейка бежит Мутные схемы Можно в принципе И потерпеть Праздник все-таки Как-никак Вот Ну что такое впадает Не знаю Сейчас посмотрим Вон все Что осталось От Кита Ничего практически Не осталось Все разобрали О, видите Вот так вот Ну как Ну я считаю Что быстро даже Надо, короче Наверное Опять к зубному валить У меня опять зуб Вот это там Что осталось Видимо От старого Корень Не дотронутся Так ноет Когда зуб болит Ничего неохота делать Прямо И концентрация теряется И все Сейчас, наверное Один заказик еще И поеду в магазин Еще магазин надо И таблетки Куплю обезболивающие Хотя бы пока На первое время У меня закончились Болит Неприятно Так, ну что Прилетел заказ С коэффициентом 223 Опять из цветочного Магазина Где мы в первый раз были Я тачку на противоположной Стороне поставлю И пойду пешком И потом едем в Кудрово Надо еще таблетки купить Не могу Зуб болит Короче Ну что Это дурдом Я приехал за заказом Здесь, короче Опять огромное количество Курьеров У меня уже вышло Платное ожидание Уже все вышло Я пишу в поддержку Говорю Ребята Отмените заказ Отмените заказ Фотки кидаю Они молчат Я говорю Ребята Я уже стою здесь Больше полчаса Ничего не готово Я говорю Вы понимаете Тут курьеров Уйма Куча Рядом со мной Парень стоял Который после меня Пришел Ему заказ отменили Потому что Я уже задолбал Поддержку Говорю Ребята Отмените заказ Ну что делать Отменяют 512 рублей И никуда ехать не надо Ну и порядок Просто я не понимаю Смысла Там у них и Флоу Вау И Сбермаркет И Яндекс И куча заказов Они не справляются А у меня еще Розы Там то все Были тюльпаны А здесь розы И естественно Их пока соберешь Пока тудым-сюдым А заказов куча Ну и ладно Отменили Отменили Все Короче Сейчас посмотрим Сколько у меня был пробег И сколько мы сегодня заработали Так Итого 1353 рубля За 4 заказа А и пробег 28 километров Вот Кэф 4.2 Ну все Я больше стоять В этой шляпе не буду Я поеду в магазин Потому что Ну его нахрен Сейчас это стоять В этих очередях И в моем районе Кэфа нет У меня еще зуб ноет Надо в аптеку зайти Вот Поэтому как-то так Ребята Имейте ввиду Что в такие Праздничные дни Соответственно Вот так будете стоять Я на один заказ Вы потратите Сейчас времени А заработаете Ну рублей Как вот я там 500 Ну это С учетом отмены А если бы еще поехали То нет смысла Вот так что Как-то так Так ну что Вышел я из магазина Окей Ужас какой Сколько народу Сколько всех И все И в общем ужас какой-то Все толпятся Посмотрел Кэф Он горел Вроде Но сейчас Перестал Все Поэтому уже Нет смысла Даже Вот Поэтому имейте ввиду Что вот На празднике Вот такая была Обстановка В Яндексе Все я погнал домой Надо еще зайти в аптеку Купить таблетки Потому что Зуб надоел Надо его Наверное Не знаю Или корень там Или что Или Не знаю Короче Или там что-то другое В общем надо с этим Что-то делать Потому что это Невозможно уже терпеть Но не болело Не болело А видимо Вот надо короче Что-то с этим делать Вот я заметил То все молчат То как прорвало Это хавито То наушники Сначала наушники Я купить хочу Прямо сейчас Я говорю Ну вы же понимаете Что у меня прямо сейчас Дома во-первых Нету Это во-первых А во-вторых Мне их еще надо найти Я говорю Приезжайте вечером Хорошо Теперь пишет Какой-то Володя Володя Тум-бум Крыло Я говорю Пока не получится крыло Потому что мне ворота Не открыть И я не собираюсь Надо вообще Это объявление пока Я забыл про него Надо его вообще По идее Снять пока временно С продажи Потому что Не открыть мне воротину И нахрен мне надо Если бы он у меня А мой гараж Я тем более не открою Поэтому надо будет Сейчас временно Его убрать С продажи Я забыл про него совсем Вот Пойду в аптеку Не могу Надо все-таки Записываться Наверное Этот корень Как-то удалять Или что Я не знаю Но так невозможно Он там сидит Видимо И ноет Одними таблетками Ж не будешь Постоянно его Хреначить Правильно Его же надо удалить Вот Но мы уже у врачей В зубных были Поэтому особо Наверное Ну единственное Что Опять эти уколы Ну ладно Хрен Сейчас таблеточку Я одни только таблетки Покупаю Не буду говорить Какие Вот они мне помогают Они сильные Я выпиваю У меня один раз была Просто адская Зубная боль Невозможная Просто Ее даже Не просто даже терпеть А я на стенку Был готов лезть От этого Я вот эту таблеточку Я опанька И все прошло Вот Но учтите это временно Так что как-то так Вот Объясните мне Пожалуйста Я не понимаю Вот в чем суть Вот В аптеку приходишь Спрашиваешь Сколько стоят таблетки Да Они тебе говорят Одна цена Ты заказываешь Через интернет Магазин Через их интернет Аптеку В этой же аптеке И цена Отличается Сразу Другая цена На 80 рублей Дешевле Ну как это так То есть получается Если я иду Покупаю Если я иду Покупаю Грубо говоря Ну давайте Округлим К примеру Я пришел За каким-то лекарством Да Мне нужно Такое-то лекарство И мне говорят Оно стоит 500 рублей Ну там допустим 515 Я захожу На сайт Этой же аптеке Этой же И на сайте Эти таблетки Уже стоят 415 рублей На 100 рублей Дешевле Почему так Не понимаю Я Ребята Не Не понимаю Так Ну что Как я и говорил Через интернет В аптеке Заказ получился Дешевле И даже Сама в фармацев Девчонка Прикольная такая Девчонка Мы с ней пообщались Она говорит А что Реально Там сейчас Со скидкой Он идет Я говорю А что А просто Бывает Что и так И так Цена Одинаковая А сейчас Видимо Через интернет Скидка То есть У нас допустим Скидка еще Не проходит А у них На сайте В аптеке Уже есть скидка И в итоге Короче говоря Я купил Те же самые Таблетки Только со скидкой Ну ребята Извините Жизнь такая Что копейка Рубль бережет Раскидываться 100 рублями Туда и сюда Это не в моих Правилах Я лучше Эти 100 рублей Дам какой-нибудь Бабушке Которая будет Просить покушать Нежели чем Просто так дарить Тем более Когда никуда Не надо Идти А просто сделать Интернет заказ Нажать две кнопки Порядочно Я считаю Клок-клок